Привет, привет, привет! Песеры, у микрофона морж, на экране eFootballHub, а в eFootballHub открыт Давид Вилья. Вот такие варианты карточек у нас его есть. Вот эта карточка, как я понимаю, вообще не выходила. Вот эта, судя по всему, выходила, но в качестве даже не знаю чего, а может и тоже не выходила. И, собственно, вот эту чаще всего карточку можно встретить. Центральный нападающий от Испании со стилем отвлекающий. И будет он соточка на максимальном рейтинге. Спасибо, папа, ты снова попал в видео. Какая-то ссылочка на YouTube. Ладно, гляну, но чуть позже. Вот такую чаще всего карту можно встретить у противников. Нас же интересует, собственно, левый нападающий, который по факту центральный нападающий. И качать я его буду по центральному нападающему, но он будет играть у меня без стиля. Что здесь у нас сразу плохого можно выделить? Плохая слабая нога, очень плохая, и физическая форма обычная, что тоже не очень хорошо. Значит, если подлево нападающего качать на автомате, добавляем ему сыгранность и добавляем его буст, мы получаем 102-го Элена, 104-го Офа номинально, в игре это показывать не будет, и 103-го номинально центрального нападающего. 4 в удары, 4 в пас, 12 в дриблу, очень много в дриблу, стремительность 11, 8 в скорость и 1 в защиту, которую можно, естественно, снять, потому что нахрен оно ему там нужно. В принципе, статы достаточно неплохие, и это четко левый нападающий завершитель. Там его стиль, кстати, работать очень даже будет. Вполне себе приемливая скорость, отличный должен быть пушечный удар, реализация на уровне, умение атаковать на уровне, с дриблой все окей, а вот паса, конечно, немножко будет не хватать, поэтому это чистейший завершитель. Но я бы его качал не под левого нападающего, а под центрального нападающего. Мне кажется, для ЦН у него статы просто бомбезные, хоть и он будет играть без стиля. При автоматической прокачке вот так вот раскидываются статы, и мы имеем номинально 105-го центрального нападающего, хотя в игре будет показывать соточку. Кстати, я футбол хаб удобно сделал, вы видите в правом углу, видите, ЦН по факту 105-й, но в игре будет показывать сотку. Итого 100 реализаций, 97 умение атаковать, 90 контроль мяча с дриблой, ну да, не все слишком супер, но вполне себе пойдет для ЦН завершителя. Пушечный удар, все в порядке с скоростью, подкрутка, тоже присутствуют штрафные, тоже присутствуют, короче, мне это прям очень нравится, это выглядит крайне сексуально. По навыкам удары с подсечкой, проброс, обводка, удар без подработки, дальние подкрутки, марсельская рулетка, штатный пенальтист, ножницы и одиночный контроль. Естественно, 5 навыков ему можно будет добавить, и, естественно, я вам расскажу, какие я собираюсь добавить. Теперь давайте заглянем в раздевалку и посмотрим на команду, и перейдем на поле. Ну и вот такая команда будет у меня играть с Давидом Вилли, вернулся, так сказать, к старым друзьям, многих он знает, собственно, лично, и мне эта Барселона дико нравится. Да, кстати, поклонники Барселоны, руки на стол, руки на стол, я все вижу, не надо там вот это все на эту команду делать. Итого, продуктивный вингер у нас, естественно, стиль работать не будет, кровь, я думаю, ему поможет в нападении, Роналдинио под нападающим, само собой, нужно поставить ему седьмой номер, потому что, потому что нужно, потому что нужно, так Вилли будет играть в 10 раз лучше, само собой, это шутка. И по ролям, собственно, в матче, давайте посмотрим, так, на пенальти он становится у нас автоматически, попробуем из него побить, за него побить ближние штрафные удары, хотя Роналдинио, конечно же, бьет лучше, ну и, само собой, поставим в нападение, чтобы попробовать поиграть головой, хотя игра головой, это явно не самая сильная его черта. Тут, кстати, есть и ЭТО, но, к сожалению, не тот тип карты, а так можно было бы на них двоих параллельно обзор записывать, было бы неплохо. Ну, в общем, вот такая Барса, не представляю, сколько она стоит, если честно, аккаунт не мой, дали попользоваться, за что огромная благодарность. А теперь погнали на поле. Итак, ну а что у нас по модельке игрока в игре? Ну, во-первых, это, конечно же, Эпик, а значит, никогда он на плохой форме не будет, но я вам скажу, что и на хорошей будет не так уж часто, все из-за того, что у него обычная физическая форма. По навыкам, естественно, 5 навыков ему можно добавить, для Эпиков явно стоит добавлять навыки, не просто ж так вы их ловили, поэтому для Вильи я бы добавлял Боевой Дух, он нужен всем, я думаю, здесь вопросов никаких не возникает, также я бы добавлял ему подкрутку шведкой, из-за того, что у него очень плохая, слабая нога, подкрутка шведкой ему максимально пригодится, при том, что подкрутка у него вполне себе на уровне. Далее, я бы добавлял ему акробатику, этот навык явно пригодится центральному нападающему, чтобы пробивать из неудобных положений, пробивать через себя, ну, я думаю, вы все знаете, как акробатика, собственно, у нас работает. Дальше я бы добавил ему удар подъемом, сила удара у него на уровне, поэтому на колболы, а почему бы и нет, а почему бы и нет, да, кстати, я до сих пор играю на свайпах, и на свайпах на колболы особо не поделать, но я уверен, что вы играете на кнопках, потому что вы киберкотлеты, а я киберпельмешка, вот как-то так. Ну и, само собой, я бы добавлял ему игру головой, опять же, центральному нападающему это пригодится, не скажу, что он прям потрясающе играет головой, тем не менее играет, тем не менее игра головой прыжок у него выше 75, иногда он на ударной позиции головой будет выходить, поэтому этот навык ему явно пригодится. Что по поводу нарисованности статов? Я считаю, что статы, ребят, абсолютно не нарисованы, пробовал я его и на тянутом форварде, и на центральном нападающем, и на левом нападающем, и честно скажу, его позиция это, конечно же, ЛН, причем именно завершающий ЛН, что мне не понравилось по центральному нападающему. Из-за отсутствия стиля он ведет себя достаточно вяло, был бы у него охотник за голами, я бы сказал, что это лучший центральный нападающий на данный момент в нашей игре, он бы переплюнул Шевченко. Но, к сожалению, стиль на центральном нападающем отсутствует, поэтому великолепнейшее умение атаковать, великолепнейшую реализацию, великолепнейшую силу удара не всегда получается реализовать, именно из-за его такой своеобразной пассивности на поле. Так что ставьте его на ЛН, врывается прекрасно, атакует прекрасно, пробивает прекрасно, вот действительно, ему бы вместо усилителя, который дали Канами, ему бы слабую ногу 3-3, и стабильную физическую форму было бы просто конфета. Но, тем не менее, играем с тем, что есть, и даже такой, какой он есть, Давид Вильям очень хорош. Вот, действительно, очень хорош, и если у вас есть возможность, я вам советую его поймать. По штрафным, побил я за него штрафные, ну, не бэхом, скажем так, тем не менее, забивать тоже можно. По игре головой, на который я, в принципе, советую вам добавлять навык, опять же, не Холланд какой-нибудь условный, но иногда вырывается, забегает за спину защитника и забивает. Скорость абсолютно не нарисована, умение атаковать не нарисовано, удары действительно пушечные, и это ощущается. Поэтому, если как-то брать в целом, действительно классный ЦН, но вот не хватает стиля и слабой ноги. Как левый нападающий, наверное, у него будут все-таки проблемы с пасом. Пас далеко не идеальный, я бы сказал, ниже среднего, так сказать. Но если вы используете именно чисто левого нападающего забивалу, то есть делаете такое трио в нападении, и центральный нападающий забивало, и левый, и правый забивало, то ставите слева Вилью, в центр, не знаю, Шевченко, справа ставите Салаха, который тоже четко завершитель, и, честно, будет вам счастье. Все трое дико быстрые, все трое с дико классной реализацией, с путевой силой удара, и, в общем, я думаю, вы таким приколом будете кайфовать. Если подводить какой-то итог, выставляя оценку, ну, не знаю, я бы ставил ему 10, если бы был действительно хороший стиль, действительно хорошая слабая нога. Как левый нападающий, 10. Как центральный нападающий, 9. Я вот так вот бы примерно раскидал. Ну, и вы видите мою статистику, 34 матча за него я набегал, 36 голов забил, и 11 передач. Понравился? Да, понравился. Советую поймать? Да, советую поймать, если вы можете себе это позволить. Есть другие нападающие, которые с ним могут соревноваться? Да, из-за стиля Шевченко мне вкатил немножечко получше. Этого, я думаю, тоже будет немножечко получше, чисто из-за стиля. Но как ЛН, я считаю, что конкурентов у него на данный момент нет. Такой реализации, такого умения атаковать, и при нормальных скоростных параметрах, при пушечном ударе, я считаю, что левый нападающий, вы просто не найдете подобного типа. Так что мой обзор получился вот такой. Пиши в комментариях, играл ты им, не играл. Полезные ссылки в описании в закрепленном комментарии, как обычно. На этом прощаюсь, с вами был Морш, до новых встреч, газконцы. Пока, пока.